здравствуйте друзья добрый вечер мы попросим светланы сочетать вопрос прям вопрос мне давай здравствуйте светлана очень хочу задать вам вопрос который мучает меня много лет мудрая женщина это правильно у меня прекрасный муж дети но есть одна я бы сказала тень из прошлого которая мешает мне жить спокойно история кратко 16 лет познакомилась с парнем начали встречаться были мы как брат и сестра муж и жена короче очень близкие люди потом мы взрослели и становились разными людьми кратко говоря меня тянуло к свету а его в другую сторону расстались после этого стало как-то непривычно видимо без меня пострадал он и пришел сказал что теперь он стал другой такой же как и я я поверила не приняла его хотя очень неохотно большее чувство долга этого времени мне уже было 20 лет после этого я забеременела и мы поженились и тут все покатилось он стал гулять изменять вести себя как нельзя хуже я пробовала все молилась читала книги по семейной психологии стерила могу честно сказать что я старалась как только могла все лучше ничего не работала родила ребенка потом он стал открыто изменять днем спит а вечером идет к подруге было очень тяжело я опять старалась сохранить брак срывалась истерила снова старалась в итоге мы разошлись я ждала почти пять лет потом поставила точку разрешила себе другие отношения появился прекрасный мужчина просто замечательный полюбил меня и ребенка забрал к себе поженились родился второй ребенок все замечательно но я не могу уже спустя годы перестать думать о случившемся я не люблю больше бывшего мужа но мне постоянно он снится меня это выбивает из колеи на целый день я хочу понять чем была моя ошибка почему так случилось что он думает по этому поводу считает ли он что он прав или нет я понимаю что это ненормально но пока не могу с собой совладать хоть палать хоть плачь думаю может стоит поговорить с ним но чувствую что это глупая затея очень хочется жить в реальности а не иметь дело с этой тени прошлого помогите пожалуйста советом я буду очень благодарна спасибо свитик вопрос тебе но вот если ты не возражаешь я расскажу пару слов как зовут девушка мы не знаем нет ну хорошо значит мне это очень напоминает историю с тем как мы школу это устроили и если вы читали мою историю если не читали то под каждым видео есть ссылки и есть ссылка на эту книгу называется и там история нашей адаптации члены штаты называется на виражах эмиграция даты книжку написал и вот был такой персонаж называется книжки на руфина ее зовут и это руфина для меня была чем-то вот вроде как ваш муж бывший я вот чувствую по тексту свет я правда говорю да вот такой это не стоит опера но она для меня была вот таким понимаешь вроде все есть и семья есть и работы и бизнес она вам не сидела и и и кровь мою пила я спать не мог спокойно и меня трясло я я на этом диабетом приобрел вот и на переживаниях на этих вот я не был готов к этим переживания не был готов к таким поворотам судьбы и вот как из меня это все вышло с концами вообще с концами я написал эту книжку я не писал ее чтобы какую-то психотерапию себе сделать абсолютно просто я на форуме рассказывал историю там началось того как мы приехали потом как на работу первую и дальше уже пришло к школе эта история с руфиной но я хочу сказать вот сейчас уже задним числом когда я четыре четыре с половиной года назад написал вот этот труд на меня выплеснулась за две недели я писал я остановиться не могу и там из 700 страниц этой книжки 500 я написал за две недели у меня накопилось много разных обид не только с руфиной связанных но вообще вот каких-то обид переживаний каких-то вот я не знаю из меня это смыло снесло я сейчас не то что написать еще раз эту книжку а я даже половину вспомнить не смогу настолько это все снесло поэтому я что хочу сказать может быть девушки надо написать вот какую-то историю не это не должен быть именно художественных литературный рассказ но вот допустим она пришла куда-то на форум она может написать там у нас на канале или у нас на как у нас есть форум залив . ворк она может написать там под любым ником как хочешь но просто пока вы это напишите из вас выйдет что-то и и может быть даже с концами насчет того чтобы с ним встречаться не надо не надо с ним встречаться вы вы только лишний раз позволите чужой энергии который сейчас сидит вас вампирит пробившихся все ваши оболочки энергетического сидит вас и вампирит поэтому вам надо выдернуть оттуда они давать его возможность основа зайти цвет может быть давайте ну вот действительно он начнем как раз энергетических влияния дело в том что с кем бы мы не общались серьезно и тем более вот были близкие очень отношения в этой жизни эти люди получают друг с другом у них существуют энергетические связи и вот так вот случается что иногда люди расстаются полюбовно все у них хорошо ведь если связи как-то ослабевать естественным образом если они хорошо расстались а вот очень часто это на самом деле не первый раз я слышу такую историю причем буквально в подробности а вот и вот эти связи они не позволяют жить своей жизнью они ложат изнутри и человеку очень тяжело хочу сказать очень важную вещь что без определенной работы над собой от этого не избавишься к сожалению да то есть вот михаил сказал что можно выписать да это как бы один путь такой можно проделать еще ряд работы с собой дело в том что тот человек он живет своей жизнью и я вас уверяю что у него тоже вы существуете в каком-то его энергетическом пространстве вы тоже не существуете работа которую вы можете проделать со своей стороны не встречаясь с ним это вы можете расслабиться например когда вас когда никто не беспокоит никто вас не дергает это может делать лежа в кресле как угодно постараться просто отпустить вот все просто тело чтобы все было расслаблено медитацию дает это и даже скорее не медитация нет это просто вот такое расслабленное состояние которые вы спокойно представляете есть работа эмоции и чувства поэтому это не медитация то есть его нужно простить я пустить и я понимаю что это больно сейчас да и это не так просто сделать простите отпустить есть вот таком расслабленном состоянии вы можете сказать просто как бы представить себе его образ если вы можете себе его представить перед собой и сказать я тебя полностью прощаю Но это должны быть не просто слова, понимаете, они должны подкрепляться в вашем внутреннем состоянии. То есть понимание того, что вы хотите от этого навязчивого состояния избавиться, оно должно стимулировать вас проделать эту работу, хотя это не так легко. Я тебя отпускаю, я тебя прощаю и отпускаю. И на самом деле неважно, почему так произошло. Не надо выяснять с ним, почему так произошло. Это не имеет вообще никакого значения. Оно все в прошлом. Значит, произошло. И самое главное, что если в результате вы проделаете эту работу, это будет нелегко сделать. Это я сразу говорю. Но если вам удастся эту работу проделать, у вас сразу изменится. То есть ключ во всем лежит в том, что у вас должно измениться отношение к этому человеку. Для того, чтобы изменилось это отношение, его нужно простить и отпустить. Значит, я тебя прощаю, я тебя отпускаю. Это некоторые фразы, с которыми вы должны обращаться мысленно к его образу. Может сработать. Оно может сработать и дальше попробуйте почувствовать свое отношение. Если у вас отношение стало нейтральным, и оно вас больше не беспокоит глубоко внутри, там слезы не текут, кому горло не подкатывается, значит все в порядке. Значит сработало. Есть еще один способ, который может быть такой не совсем такой этичный. С точки зрения психолога не совсем правильный. Дело в том, что я себе так представляла, когда у меня были какие-то ситуации, я хотела от каких-то мыслей избавиться или от каких-то людей избавиться. Я представляла, что мы с этими людьми соединены каким-то канатом. Причем я настолько это четко себе представляла, что я видела, вот нас связывает какой-то канат. И дальше я просто мысленную, я беру огромный тесак. Я со всей силы рублю этот канат. И это очень тоже эмоциональный процесс. И я вижу, как он, знаете, как канат развивается? Он из таких веревочек состоит маленьких. И я вот вижу, как вот я сильно-сильно ударяю, вот эти все веревочки, они так распушиваются, да? И разваливаются. И разваливаются. И в этот момент сразу становится легко. Я не психолог, поэтому, понимаете как, хотите прислушивайтесь, хотите нет. Это твой собственный опыт. Это мой собственный опыт, я сама себе его придумала, кто-то сказал, я сама делала, получилось. А как ты относишься к мысли о том, что может быть ей именно поработать, я не знаю, может быть с психологом, может быть с кем-то, я не знаю, вот рейки, какая-то практика духовная. Нет, но если рейки было бы хорошо, мы сейчас сами тоже вот занимаемся активно рейки, оно действительно снимает эти тяжелые состояния, потому что частью этого являются там пять принципов рейки, где именно говорится, что я не злюсь, я не обижаюсь и так далее. И вот в этом расслабленном состоянии это тоже помогает, то есть оно тоже безусловно поможет. Какие-то практики духовные, медитативные, никто не знает заранее, что для вас сработает, или рейки сработают, или помнишь Деир, мы когда-то много лет назад, первое, что мы изучали, был Деир, тут был у нас педагог из Лос-Анджелеса приезжал. Ну да, ну вот что ты делаешь, что мы как бы много изучали, а пришлось только вот это, получается. Ну, каждая из этих практик, она в какой-то момент, она казалась очень классной, потом замыливалась что-то, вот сейчас мы там на рейке смотрим, вроде получается, но не суть важна. Попробуйте, то есть, начиная от профессиональной такой, ну, медицинской, там, полумедицинской, да, психологической помощи, и кончая вот такими вот духовными практиками, которые на самом деле очень многих людей вытащили там из тяжелых-тяжелых состояний. Ну, это вот чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что какие-то энергии все-таки присутствуют, да, и умение с ними обращаться вот в критических ситуациях, оно, в общем-то, немножко не облегчает. То, что они присутствуют, она видит, она его видит, он ей во сне снится. Да, ну, значит, надо научиться обращаться с этим, вот. Ну, или научиться, или обратиться кому-то за помощью. В общем, так что давай мы, знаешь, что, я чувствую, что женщина очень-очень хорошая, славная такая, я большое сочувствие вот испытываю, и вот эту историю она писала, в тот момент, когда она сказала, что она его приняла, скорее, из чувства долга, понимаешь? Нет, это неправильно, да. В этот момент уже было понятно, что сейчас что-то будет, потому что из чувства долга нельзя. Нельзя, конечно. Вы знаете, что, мы, конечно, очень были бы рады, если бы вы нас посвятили в результаты вот вашей деятельности, что получится. Что получится, да. Потому что, на самом деле, мы всех вас помним, и все вот эти истории, они у нас, в общем-то, на заметке. Так что у нас с вами тоже канатик теперь энергетический. Да, конечно, так что держите нас в курсе, и удачи вам. Счастливо.